Всем привет! Сегодня мы начинаем урок номер 21, продолжение урока номер 20. Язык фламенко в рамках структуры танца. Начнём с того, что есть традиционные танцы фламенко и нетрадиционные. Нетрадиционных мы касаться не будем, потому что, сами понимаете, нетрадиция, это всегда творчество, сплетение стилей, миллионы и миллиарды вариантов. Традиция всё-таки имеет какие-то каноны. Так вот, традиционный танец фламенко состоит или из одного пала, который исполняется весь танец, или второй вариант, и сейчас мы о нём как раз поговорим, он более часто встречается, это два пала, между которыми делается эскобилия. Эскобилия – это специальная мелодия для дробей. Почти каждая популярная пала имеет свою мелодию эскобилии. Или делается, вот, эскобилия, или делается блок ног под обыкновенной разгеогитары, если пала не имеет мелодии эскобилии своей. В ходе эскобилии, или блока ног, делается ускорение, которое называется субида, дословно, подъём, ла субида, и сьерре, закрытие. Закрытие – это что-то типа рематы, подчёркивание, но очень сильное, что-то типа емады, но имеет характер не открытия чего-то, а именно закрытия предыдущей части. Закрытие открывает вторую часть танца. Как правило, вторая часть – это другое пало, которое имеет более быстрый ритм, нежели первая часть. Сам же танец называется обычно именем первого пала. Например, аллегрея с декадис, заканчивается булерея с декадис, но общее название будет булерея с декадис, или солиа. Например, начинается солиа, а заканчивается обычная булерея с декадис, но называется танец солиа. Далее про структуру. Обычно начинает выступление гитарист. Это называется солида де ла гитарра. Почему? Потому что именно гитара задаёт ритм. Мы не берём во внимание те исключения, о которых я говорила в прошлом уроке про фальсеты либры. Чаще после фальсеты либры гитарист все равно переходит в ритм, к ритму. Далее подхватывает кантаор обычно, и он начинает с разогрева голоса. Это называется солида де ла ганте. И кантаор делает эль темпле де лавос. Вспоминаем прошлый урок. Третьим лицом, как все понимают, будет танцор. Солида де ла байле. Обычный танцор не спеша выходит из-за кулис. Он может далее или постоять, или немного потанцевать, сделать какие-то маркахес. Но обязательно перейдёт к ямаде. Ямада, дословно, звонок или вызов. Это может быть довольно яркий акцент, деланный с помощью ног и тела в целом. Во фламенко очень много коммуникации. Не как это станцевать, а почему и зачем. Так вот, обычная ямада делается ярко и с яркой точкой. Подъём рук, например, ярко ногами мы в акцент приходим, чтобы дать ясно понять, прежде всего людям сзади, гитаристу и кантаору, что танцор закончил, и можно начинать петь. Как правило, после ямада начинается куплет кантаора. Летра. Примера летра. Первая летра. Она может быть с колитеей или без неё в зависимости от стиля. Например, в аллегрии Сидекадис после каждой летры обычно идёт колитея. В каких-то других стилях вовсе не обязательно наличие колитеи. Про летры и колитеи мы говорили на прошлом уроке язык фламенко. Хороший танцор слушает слова и мелодии летры. Чтобы знать, где ему делать мягкие маркахы, где ему подождать и где сделать подчёркивание, рематы. Рематы. Тоже рассматривали на прошлом уроке. Подчёркивание. Тоже яркий акцент. Не такой, как ямада. Более мягкий. Рематируются обычно последние строки, колитеи и моменты респирасьёна. Респирасьён. Это передышка кантаора в ходе летры. То есть кантаор, например, может начать летру, передохнуть. Это услышит байлаор и этот момент заполнит лакуну или не заполнит её на своё усмотрение. Также часто перед ярким моментом в танце танцор делает рикохиду. Обозначает как бы собрать себя. Тоже говорили на прошлом занятии. Рикохида выглядит как бы подготовкой, назреванием перед всплеском эмоций, перед какой-то рематы или ямады, или сьерры. Важно, на самом деле важно знать испанский язык. Многие говорят, что всё равно, вот слушаешь себе летру, будет остановка, делай ремату. Это не совсем верно, потому что летры бывают разные. Летры фламенко могут говорить не о чём, как какая-то частушка, а могут говорить об очень многом. Могут говорить о смерти, любви, потерях жизненных. И очень глупо выглядеть со стороны некоторых танцоров, например, ярко ремонтировать какую-то летру, в которой говорится о молитве к Богу. Ну, вы понимаете, бывают разные моменты танца. Фламенко включает очень много. И желательно, желательно потихонечку учить испанский язык и понимать хотя бы часть летры. Что касается емат, ремат и сьерры, то обычно они представляют собой активные действия всего корпуса и ног и имеют по обыкновению точку в сильную долю. В разных палах также окончания делаются в определённый счёт компаса. Например, тангос. В тангосе делается акцент последний в три раз, два, три, четыре, 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 раз. В разных палах по-разному. Когда танцор намеренно хочет сделать последнюю точку Ямады, Ремады или Сьеры не в сильную долю, а даже часто в кон, в контратемпо, это будет называться «эль корте» – разрез, разрезывание, рубка. Этот шаг еще более подчеркивает танец, наполняет его чем-то новым. Например, танцор делает Ремаду в тангосе. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, и, три, и. Чтобы еще больше подчеркнуть свой и так уже акцент. После первой литры возвращаемся к структуре. Может пойти вторая, по желанию танцора, или небольшой отдых – гитарная фальсета, которая длится довольно недолго – четыре-шесть компактов, не больше обычно. Обычно гитарная фальсета рематируется ногами или корпусом, или тем и другим. Некоторые преподаватели называют Ремады в конце фальсеты Ямадой, и они тоже будут правы, поскольку танцор вызывает уже следующую литру. Так в танце может быть от одной до трех-четырех лет, в зависимости от стиля. Далее танцор на выбор может сделать поднятие ритма со сьерры. Сьерры, мы говорили, это рематы, которые имеют более сильный характер, имеют характер закрытия. Или наоборот, просто плавно завершить с пением кантаоры первую часть танца. И как бы уйти в никуда. Но не совсем уйти, потому что следует следующая часть танца. Между первой частью и эскобилью можно поставить еще фальсету, если хочется. То есть можно станцевать первую часть танца с летрами, и поставить еще фальсету какую-то. И потом уже перейти эскобилья. Эскобилья или блок ног, блок KDPS. Мы говорили, в чем разница выше, эскобилья имеет свою мелодию. Обычная партия ног танцора, где корпус лишь помогает исполнению долгой дроби. Дроби имеют характер рует, круговых таких кругов, типа ряда ритмических рисунков, например. Короткая, короткая, длинная. Или длинная, короткая, короткая. И это имеет характер круга, повторения ритмических рисунков. Во время исполнения дроби может быть переход на исполнение контротемпы, как бы на игру с ритмом. Во сломенке есть тьемпо, доля, и контротемпо, то, что находится между долей. Вот я тут нарисовала. Вот у нас идет тьемпо, и между тьемпо, например, раз-два. Идет раз-два, контротемпо, раз-два. Также сюда добавляется понятие синкопы, синкопао. Синкопа – это то, что находится, так скажем, между тьемпо и контротемпо, или между контротемпо и тьемпо, другой его частью. То есть раз-два, 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 раз-два. Тьемпо имеет звучание, немного как бы щипка синкопа имеет характер. Так, я бы немного сбилась. То есть тьемпо, контротемпо – это игра. Со всем этим может играть танцор ногами, ногами выстукивать, или хлопками. Также бодиперкуссией. В танце также помещают иногда тапао, по желанию танцора. Переводится как закрытие, прикрытие. Это часть танца, или тапао, когда гитара закрывается, струны закрываются, и танцор под компас делает или блок ног, или какие-то интересные маркахи, или маты, или какие-то потады. Традиционно тапао можно ставить перед искобильей, или блоком ног, или после искобильей, или блока ног. Субида, поднятие ритма, нередко осуществляется внутри искобильи, блока ног, тапао. Она делается или ногами, или хлопками. Субида довольно эмоционально воздействует на зрителя, а также дает танцору повысить ритм перед ярким сьерра и рематой, а также отгородить одну часть танца от другой ярче. Обычно вторую часть танца открывает Субида и сьерра с ямадой. Далее танцор исполняет одну или две летры финального стиля и уходит под колитию или истреби ее кантаора за кулисы потихонечку. Также танцор может кончить и точкой на сцене, но традиционно уход обратно. То есть как уходит танцор, так он и выходит. Мы говорили о том, что традиционно танец состоит из двух частей. Перечислим такие танцы. Континес. Семейство Континес, куда входит Алегриес, Декадис, Ромеро, Мирабрас, Караколис, их смеси, заканчиваются Булереесом Декадис. Селя, Селя пор Булерея, Булерея пор Селя, заканчиваются Булереесом в тональности фламенко. Гуахира, Коломбьяны или Мачо, Гуахиры. Мачо – это быстрая, мощная летра стиля. Сигирия заканчивается Мачо Сигирии. Петенера заканчивается Мачо или Булереесом. Канья заканчивается Мачо Канья, а именно это будет Селя Аполла в ритме Булерееса. Бамбера – Мачо Бамбере или Булереесом. Таранто, Тиентос, Марианос заканчиваются Тангосом. Но есть танцы первого типа, про которые мы говорили в самом начале урока. Это танцы, которые состоят из одного стиля. Перечисляем. Это тангос, как танец, Булереес, как танец, Гаратин, Халео, Экстременьо, Абандалао. К Абандалао относятся Рандэнья, Хабейготе и другие. Коломбьяно. Фарука также и Фандангос. Как они танцуются? Первый вариант. Танцуются набор летр и фальсет со сменами небольших блоков ног по принципу от меньшего-большего. От низких летр к высоким, то есть от более спокойных летр к более мощным. Это принцип фламенко. Во фламенко всегда от меньшего к большему мы идём во всём. Бывает, что выбирается для танца какой-то определённый стиль палу. Например, тангос де льтити, тангос де малага, де пияйо, какой-нибудь Булерез де утрера, например. И второй вариант. Танцуются наподобие первого типа. То есть два танца в одном. Помните, когда два искобилия и первый стиль, искобилия и второй стиль. То есть танцуются основные летры, танцы с фальсетами. Потом идёт блок ног с возможным тапао, например, и сильные летры того же стиля. Или просто истребиё этого стиля. В танцах Булерез и тангос, фиестовых танцах, очень важно такое понятие, как патада и рекохида. Потому что танцевание этих стилей есть смена марках, рекохит и патат, которые представляют собой ямаду и ремату вместе. Мы на прошлом уроке говорили про них. В тангосе и в Булерезе ямады выглядят очень характерно. Танцор как бы открывается, то есть закрывается, открывается и снова закрывается. Как это бывает в Булерезе. А в тангосе он как бы открывается и закрывается. Вот так выглядит ямада, начало ямады. В Булерезе очень важны рекохиды назад. Как бы танцор уходит назад, перед какой-нибудь сильной точкой типа ямады или рематы. Или какой-то патады. Или и рекохида вбок. То есть что-то танцуется. Это рекохида вбок. Когда мы просто идём на смену марках. То есть у нас была маркаха такая, а стала, например, такая. Па-па-пам, фам, па-па-пам, фам. Рекохида вбок делается всегда для смены марках. Я перечислила традиционные варианты танцевания. Нетрадиционных вариантов, сами понимаете, тысячи из тысячи. На днях я выложу пример танца с описаниями и названиями вещей, которые делает кантаор, гитарист и певец. Именно так лучше всего разобраться в структуре, в вариантах танца, изучить наименование, название фламенко, язык фламенко. На сегодня у меня всё. Это очень сложный урок, потому что нужно много всего запоминать, может быть, даже записывать и повторять. Я постаралась собрать всё возможное о структуре, о языке фламенко. Конечно, это не всё, но очень-очень много. Всем большое спасибо за внимание и до скорой встречи!